Добрый вечер, дорогие друзья, слушатели, все те, которые слушают и еще будете слушать и видеть нашу передачу. Мы уже несколько раз вышли в эфир, и это есть история жизни для всего мира и всему миру, и мы очень благодарны, что у нас есть эти свидетельства, что эта тема, как вы понимаете, живой и реален для Иисуса сегодня, и действительно мы можем сами сказать о нашей жизни, этому свидетельству, что Иисус, Он не просто является как это историческое, личность, которая когда-то был, когда-то жил, непонятно почему, с какой цели, но Иисус Христос является живой и реальный сегодня, и Он сегодня меняет нашу жизнь, меняет к лучшему, Он сегодня возобновляет жизни, которые были просто разорены, жизни, у которых не было смысла, то есть эти были также наши жизни, и мы можем сами себя называть самыми счастливыми людьми, на земле, да, потому что мы предложим их к этому числу, и мы не какие-то, ну, говорится, фавориты или счастливцы, счастливчие такие, да, но это за это все было заплачено, и это Иисус заплатил своей смертью на кресте, чтобы мы можем быть с вами, дорогие друзья, благословны, иметь вечную жизнь, и не просто вечную жизнь, да, но и общение с Богом, да, потому что Бог есть Дух, и и Он также, Его желание, почему Он сотворил людей, нас, чтобы общаться с нами, чтобы иметь это живое общение, то, что, ну, мы потеряли как-то когда-то, да, но Он, Иисус, пришел, чтобы это все восстановить. Итак, мы сегодня просто будем услышать некоторые свидетельства, и, кстати, вы можете нам задавать вопросы, есть также и WhatsApp-номер, по которому вы нам можете отправить ваши вопросы, возможно, молитвенные нужды, и, если, может, вы будете слышать какое-то свидетельство, вот этот, извиняюсь, WhatsApp-номер, который, через который вы можете, вы можете отправить ваши вопросы, ваши, ваши, вот, какие-то востребования, там, пожалуйста, не стесняйтесь, там, мы постараемся ответить на всякий у вас вопрос, по мере возможности, и, и, то есть, ну, будем постараться как-то помочь вам во всем, чем мы имеем возможность. Итак, также здесь у нас будут некоторые гости, которые будут поделиться с вами, они расскажут, каким образом, каким образом они пережили Бога, и мы начнем, наверное, с первого нашего гостя, этот гостя также есть мой соответственник, я вам не рассказал, мне говорил Гинд Рутенберг, я из Латвии, и, ну, извините, может быть, акцент, мы здесь в Латвии основном говорим по-латышски, вот, но мы рады за каждый язык, который мы знаем, в том числе и русский язык, и, как говорится, там, он пригодятся, пригодятся до сих пор, и мы рады, что мы можем общаться, и можем, потому, достичь людей, которые говорят на русском языке по всему миру, да, русский язык также является одним из интернациональных языков. И мы хотим тогда, я хочу позвать моего, пригласить моего соотечественника Юрия Салепу, чтобы он рассказал, каким образом он встретил Иисуса Христа, и его жизнь тоже, ну, как жизнь многих людей, она была просто, ну, наверное, не было очень много смысла, не было очень много целей, ради кого жить, ради чего жить, но, но потом он встретил личность, личность, которая изменила его жизнь, и его жизнь потекла вообще в новом русле, кстати, когда мы встречаемся с Иисусом, наша жизнь не остается такая, как прежде, если мы, наша жизнь остается такая, как она была прежде, значит, мы, что-то не так, что-то, что-то не так, или мы не встретимся с настоящим Иисусом, или мы встретимся с каким-то липовым Иисусом, да, но, и, конечно, там, нам надо настоящего Иисуса, и я бы попросил, чтобы мой друг Юрий Салепа поделился бы своим свидетельством, пожалуйста, Юрий Салепа, вам слово. Добрый, добрый день, или добрый вечер, кому, я не знаю, Ну да, свидетельства, много можно говорить, мне надо, наверное, скоротить эту всю встречу, как это было. Вкратце я скажу так, да, что я, в принципе, ну, фактически жил буквально проклятой жизнью, то есть проклятой семье, и пьянство, и наркотики даже в советское время, да, вот у матери, да, и все эти моменты, она была полинаркоманка, да, буквально до смерти, да, до ухода из этой жизни, был большой пожар до этого, да, и, значит, она очень сильно обгорела, и советская медицина, так сказать, вырезала свежую, так сказать, ткань кожи на обгоревшие места, да, и она привыкла к морфию, и она, ну, стала зависимой от этого, от этой наркотики. Она бывший медицинский сотрудник, у нее там было знакомство, и тогда все такое, и отец был алкоголиком, все просто было проклято, все просто, да, бедность, ну, нечего было кушать, и, в общем, в принципе, ужасно, да. Да, и я думал, что я никчемный, но я всю энергию отдал в спорте, а не хулиганству, да, но все красиво, я даже не думал, что я, так сказать, особенно одарен, так сказать, умственно, но все-таки чудо произошло, что я все-таки закончил даже высшее образование получил, и хотел даже кандидатскую, так сказать, диссертацию делать по своим, так сказать, ну, где были мои, так сказать, интересы, да, вот. Вот, ну, когда я закончил, во-первых, 30 лет, когда мне было 30 лет, я узнал, что это не мои, ну, так сказать, кровные родители, да, то есть поэтому для меня это был удар, и, ну, 3 года или 4 года я нашел свою биологическую мать, ну, это чужой, фактически человек, ничего это не решалось, да, ну, в общем, в принципе, и когда я закончил вуз, я вдруг ощущал такую, я не был подготовлен к такой вот, скажем, состоянию, как одиночество, потому что я был очень активный у нас всякие там тусовки и спорты, все такое, да, и вдруг я почувствовал одинок. Нас распределили по всей Латвии, да, и, в общем-то, в принципе, я как-то вот первый раз так дико, ну, соприкасался с одиночеством, и это меня мучило. Ну, начался чуть-чуть коньячок, там кофе, там туда-сюда, философия жизни, там, ля-ля-ля, ну, конечно, может быть, и пустые мысли, такие, ну, понимать, ну, такие вот моменты. Но вдруг ясно мне стал такой вопрос, который начал меня мучить очень сильно, да, то есть, почему я живу, почему я живу? Я искал ответы, почему я живу? Для того, чтобы кушать, для того, чтобы наслаждаться сексом и даже туалетом, наслаждаться едой, наслаждаться сном, наслаждаться какими-то такими, даже, может быть, алкоголиками, хотя алкоголик я не стал, но по-крупному я напился, может быть, два или три раза в год, так, по-крупному, да, но так обычно так, а ничего, кофе, ничего больше. И потом, потом вот это, почему я живу? Зачем? Смысл жизни? Вот это так мучило. Да, раньше я об этом не думал, и всё нормально в этом плане, но вот это вот момент, да. И я понял, друг, что я не могу ответить на этот вопрос честно, потому что мне никто никогда не спрашивал, а хочешь ты вообще родиться и жить? И у меня не было выбора, когда родиться, где родиться и кем родиться, да, то есть мужчина, женщина или в какой стране, или какое время и всё такое. Я понял, что я пришёл в этот мир, так сказать, ну, так сказать, по другим каким-то таким, ну, понятиям, если так можно сказать, а что с ней делать тогда? Смысл жизни? Почему я живу? Поэтому я не мог ответить насчёт этого, почему я живу, но я понял, что фактически кто-то дал мне эту жизнь, но кто или как я ещё, ну, так. В советское время была вот эта сатанистская идеология, что Бога нет, да, и Бога нет. Я особенно на это не обращал внимания, но потом я начал поиски, да, что фактически Бог является первопричиной причины всех причин, фактический источник всего, да, но как мне найти его, как, кем, как? Не буду углубляться здесь, но чисто вот как-то умственно, да, Бог мне помог увидеть окружающий мир, особенно, скажем, в биологии, да. Ну, кстати, ну, может быть, кратце, да, что вот, скажем, ну, если я научный, так сказать, деятель, и я хочу изучать, ну, скажем, какое-то растение, и у меня есть органолитическая, так сказать, возможность визуально его описать. Ну, там листья, формы, краски, пропорции и так далее, и так далее, да. Потом, скажем, есть микроскоп, и я углубляюсь уже вглубь этого растения, да, и всё записываю, там вот такие клетки туда-сюда, там целая система, там целый космос, откровенно говоря, да. Но я потом подумал, слушайте, на листах, где я пишу вот свои открытия насчёт этого растения, да, фактически подвис, по-моему, да, этот интернет или как? Нет, нет, мы слышим тебя. А, окей, окей, да, у меня остановилось, да. И вот потом был такой момент, что я понял, что на моих листах бумаги, да, фактически написана идея об этом растении. Кто-то придумал этот аким, каким он ему быть. И я понял, что Бог существует, как, ну, причина всего, да, первопричина всего. И это мне было достаточно, да, чтобы понять, что надо, вот, Бог есть. И как-то вот, не знаю, я познакомился с этим лутеранским пастыром, который был довольно известен здесь в Латвии, да, таким, очень такой, ну, Юрий Срубинес у нас такой был, да, есть, то есть, вернее. И он в моём школе учился, да, только классом ниже. И потом, 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 ну, я познакомился с ним, да, и он, ну, так сказать, дал мне вот первые такие толчки, скажем так. Хотя до этого, до этого, до этого я, до этого я его еще не встретил, но я понял одну вещь, да, что фатистский попал у меня в руках, скажем, ну, из Америки, да, нелегально попал Новый Завет. И как-то я почувствовал, что я хочу молиться. Мне никто за ручку не вёл, никакой пастыр, никакая информация была скудная. Это был 98-й год, конец 88-го года. И я начал как-то молиться, не знаю почему, но вот был внутренний такой позыв в этом плане. Но потом познакомился с Юрисом Рубинсом, и я понял, что я рождён свыше. Так удивительно это было. Для меня это был шок, потому что я не ожидал этого, да. Я думал, что, ну, фактически христианство – это только одна из систем философии, ничего больше, да. И тем не менее вот такое произошло, да. И потом, что интересно, да, что фактически Юрис Рубинс, этот пастор латеранский, отслал мне, так сказать, то есть в Таллинн, это столица Эстонии, да. И я там жил целый месяц, и произошло чудо. Произошло одно чудо. Там была одна конференция такая, битком набита. Люди были голодны по Богу, поскольку Бога нет. Но оказывается, он всё-таки есть. И фактически, понимаете, если нету Бога, то нету конкретного Бога, Бога Авраама, Исаака и Якова. То есть это был скрытый антисемитизм в идеологии советского мышления, да, или пропаганды, или идеологии, да. И потом, если нету Бога, то нет и спасителя. Советские люди напрямую шли, так сказать, в ад, да. Вот оно, так сказать, светлое коммунистическое будущее, да. И так далее, и так далее. Ну, хорошо. И я попал в Таллинн тогда, да, и жил там в Таллине. И была одна конференция там, там Карл, Густав, Лестер, Саммерл был, Уильф Эйкман, какие-то американцы, я не знаю, целая группа и всё такое, да. И очень сильно Бог коснулся меня. Я фактически был крещён Духом Святым и переживал его, скажем так, ну, если я так могу выразиться, да, дичайшую, так сказать, взрывную любовь. И я понял, что я с небесами, ну, так сказать, связан очень по-серьёзному, скажем так. Много чего пропускаю, но тогда вечером после этой конференции ночью я шёл домой, и я не хотел здесь жить, на этой земле. Я хотел на небесах. Я хотел… Мне эта идеология советская просто тошнила уже даже и как неверующего, да. И, значит, и потом, потом, ну, я, так сказать, я шёл в гостиницу, это было уже где-то 11 часов вечером, 89-й год, это был апрель месяц уже, да, я полгода уже был христианином. И потом, ну, явно я хотел содрать вот эту кожу, всю эту плоть, да, и вырваться наружу, да, и уйти на небеса. Я молился тогда ночью, был спокойный ночью, ясное небо, луна там была, всё такое. И я прыгал, я сказал, возьми меня, Господь, домой, возьми, я не хочу здесь жить. Здесь жить не это всё, да, вот весь этот Советский Союз, эта дьявольская идеология просто тошнила, я не хочу с ней никакую связь. И, ну, ничего не произошло, я зашёл в свою, так сказать, номер гостиницы, да, и был уже полдвенадцатого вечера, полдвенадцатого вечера. И я стил кровать, я был очень так усталый, но счастливый, скажем так, наполненный жизнью, наполненный Духом Святым. И я стилю кровать, вот, и всё, и поворачиваюсь, и вот это было только один раз в моей жизни, никогда такого не повторялось, но только один раз в моей жизни. И вдруг там в комнате стоит Иисус Христос. Понимаете, это трудно описать, что происходит. Я здесь не блуждаю, так сказать, в рядовых таких каких-то фантазиях или что-нибудь такое, да, потому что я не люблю какие-то выдумки, какие-то религиозные там штучки, да. Если есть, то есть, если нет, то нет, да, в этом плане нечего там выдумывать, да. Но в тот раз я ничего не знал, что люди падают под Духом Святым, вот. И я в этой славе, где вот это было такое, ну, так сказать, буквально облако плотной Божьей славы, да, я не мог устоять, я был на полу, да. И вот Иисус стоит передо мной, я лезу на полу. И знаете, что я хочу кратко сказать, да, когда вот это присутствие славы, ты забываешь себя, как будто ты, потому что он настолько собой поглощает тебя собой, что ты буквально, ну, ты буквально, ну, как он, это не то слово всасывает, но он поглощает тебя в себе. И нету никакого страха, и нету там дьявола, и нету там прошлого, и нету там мораль насчёт твоих каких-то грехов. И я ещё был абсолютный молокосос духовный, но полгода я был во Христе, да. Но эта слава настолько густа добротой Бога, любовью Бога, его, так сказать, миром, просто это не описать, понимаете, это очень-очень сильные переживания, да. И потом, и потом, и потом вот я много чего пропускаю. Фактически вот что было интересно, это было прямое видение, или открытое видение, как вот Хейген пишет в своей книге, тоже Кеннет Хейген, что я не был в трансе, я нормально ориентировался, так сказать, в реальной физической среде, но тем не менее, духовная среда была полная, открытая. И там Иисус как центр всего, как центр всего. И вот, как это сказать, да, ну, в общем-то, в принципе, много чего я пропускаю. А, три с половиной часа не было это беседа с Иисусом. Во-первых, когда он говорит, это настолько чётко и ясно, понятно, что вообще вопросов никаких нет. Ясным. Я думаю, что я слышал и физически, и духовным ухом одновременно. Я думал, что я видел и физическим глазом, и физическими глазами, так сказать, духовными глазами одновременно. Я был в полном сознании, да, и всё. И слышно до мелчайших деталей, там даёт, ничего невозможно отменить, там чётко всё. И когда он говорит, эти слова не умирают, они живут в тебе. Он не разбрасывается словами, он не болтун. Его живые слова, его сердце, слова жизни, которые победила смерть, они живые, они активны, они находят, так сказать, место активизации в твоём сердце. Оно приносит живую, настоящую, истинную веру, которая побеждает этот мир и так далее, и так далее, да. Но его чётко можно слышать. И вот главное, я многое чего пропускаю, да, но и он не спеша говорит, не спеша, очень спокойно не спеша, да. Я не могла писать, его глаза были огненные, но они не съедали меня, да. И я думал раньше, что его огненные глаза, это как свеча жёлтая, что-то такое, да. Но нет, во пламя, в спектре пламени, да, есть синий спектр, который является самым-самым жарким или самым, так сказать, огненным спектром пламени, да. Вот эти синие глаза смотрели, ну, неописуемой божественной добротой по отношению ко мне. Он не читал мораль, да, фактически всё поглощено, то есть всё прощено силой его крови, да, его благодати, милости, всё-всё-всё, это в действии, да. Сатане там вообще нет греха, нету места и всё такое, да. Просто Иисус абсолютно всё владеет этой атмосферой, этим событием, да. Ну, вот что, друг, получилось, да. Я любил, конечно, Иисуса, до этого и всё было правильно, но я думал, что вот именно я сделаю научную карьеру, да, и буду вот, ну, научным, так сказать, сотрудником там, или как это называется, ну, да. Ну, вот что, и я занимался орнитологией, где-то лет 12, по-моему, да, и это был мой идол, это был мой идол, и он мне мешал, откровенно говоря. И вдруг Иисус в этой ночной беседе, вдруг он говорит, Юрий, я хочу, чтобы ты был проповедником. Я отказался, я думаю, какой я там проповедник, я никакие школы, я ещё в Новом Завете ещё не прочитал, и ничего не разбираюсь в этих писаниях, мне казалось, там вообще очень-очень всё сложно. Какой я там проповедник, да, в этом плане? И я сказал, моя, так сказать, вот коробка на плечах сказала, что нет, нет, ну что, ну, отдай кому-то там более, так сказать, одарённому и талантливому человеку, да. Но вдруг он сказал и второй раз, потому что Иова говорит, что Бог говорит один раз и второй раз. И вот второй раз, когда он сказал, он обращался, его слова были обращены прямо в моё сердце, прямо в мою, так сказать, мою суть. И он сказал, ну, Юрий, я хочу, чтобы ты был проповедником. И когда эти слова пронзили моё сердце, вонзились в моё сердце глубоко-глубоко, я просто не мог. Это такая слава была, Я понял, что этот вес, еврейский текст говорит, что слава — это вес и тяжесть, но она не подавляет, она просто не описает эти переживания. Но когда эти слова вошли в моё сердце, моя рефлексия, моё сердце по отношению к Иисусу была обратная связь. Я сказал, да, 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 Иисус, да, 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 да. Всё, мне не было времени думать, годен я, негоден этому и всё такое. То есть моё призвание быть проповедником фактически является напрямую с небес. Там не было посредников никаких. Сам Иисус фактически это обратил, я отозвался, да. И вот, и поэтому, поэтому, так сказать, и когда это всё закончилось в три часа, потом было очень сильно... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова